И всем привет, меня зовут Ритсу, и мы продолжаем играть в парад виновных. В прошлой серии у нас началось наше официальное, официально началось сражение с врагом, которого мы даже не знаем, с кем мы сражаемся, в принципе. Даже, даже смерти какие-то были, уже два человека умерло, умерло против нас, и мы добрались до стены, которую взорвали. Но, кстати, как мы так, как нам так получилось пробраться сюда, даже никого не встретив по пути? Ну, по крайней мере, об этом не сказали. Там что, на нашу базу прошли два человека, а где остальные тогда были? Мы просто с ними разминулись, или где они вообще находятся все? Ну, ладно, не страшно. Шум сражений у западной стены мы услышали издалека, и к этому месту подбирались осторожно, стараясь скрываться за деревьями. Я видел всех, с кем мне сегодня удалось утром познакомиться. Они сражались отчаянно и умело. Пока что мы, правда, никого не видим. Но поверим Нэмой, что они сражаются реально отчаянно. Пока мы с Гансом прятались в кустах, позади раздался топот десяткам. А, вот они, вот они, кстати, враги подкрадываются к нам. Точнее, не к нам, они даже не знают, наверное, что мы здесь находимся, но все же. Вот они, вот они. Это было подкрепление... А, это наши, наши, наши союзники. Не враги, а наоборот. О котором просил Элиас. Блин, а где тогда враг? Сколько вообще врагов на нас напало? Ганс отправился сражаться вместе с ними. Я тоже не мог остаться в стороне и выпрямился во весь рост. Нужно сражаться, нужно им верить. Они делают для меня то же самое. Я хотел было использоваться револьвером, но откуда-то сбоку меня набросил человек и прижал к земле. А, нет, сразу, прям. А как они здесь оказываются вообще? Откуда враги появляются? Откуда-то сбоку. Что-то я не понимаю, как наши солдаты прошли вперед. А здесь оказался еще кто-то. Что-то тяжело пока понять. Он был весь измазан грязью и практически рычал от испещрявших его тела ран. Я пытался его толкнуть, но тот только сильнее сжал мои плечи. Подохни, подохни. Он на секунду умрал одну руку, чтобы взять камень. Это мгновение хватило, и я смог с ним прекратить перекатиться и сесть сверху. Человек начал зеваться и попытался меня сбросить. Блин. Ну, еще одно касательство того, что Немо все это не впервые делает. Явно он уже сражался до этого. Мгновение хватило, говорит. Ну, блин. На секунду убрал руку, чтобы взять камень. Где у... Где у всех этих солдат оружие? Я не понимаю. Куда оно все делалось? В мире что? Не осталось ресурсов? Ну, блин. Как тогда они... Как они тогда взорвали эту стену? Чем? У нас только один человек был с пистолетом. Ладно. Ладно. Тот человек был с пистолетом, который в радио... В радио вышку попал. У него было оружие. Возможно, блин. Даже не знаю. Может, даже не его, на самом деле. Тело двигалось на автомате. Я вцепился сопернику в глотку. Начал душить. У-у-у. Солдат умирал недолго. Еще одно убийство наше. Жесть. Точнее, не еще одно, получается. Это только первое. Нет. Ну да, это, получается, первое. Первого добил Ганс. Второго... Второго сам Элиас. И теперь... Нет. Только первое убийство. После его убийства подобрал револьвер из леса трупа. И начал стрелять по противникам из-за кустов. Так. Патронов было мало, поэтому я вышел в закрытие. Просился в бой в рукопашную. Куда ты? Что ты? Просто какой-то Рэмбо у нас. Наш герой не Немо зовут его. Рэмбо. Джон Рэмбо. А не Немо. Вот его настоящее имя. С первым набросившимся удалось расправиться быстро. На второго я напал сам и свернул ему шею. Просто налево и направо. Раз убил. Второго убил. Блин. После этого мне накинулись еще двое. Я успел заломить руку одному, а второе напал сзади. Предплечьем издавил мне горло. Не дамся живым. Невольно выпустил заложника и вцепился в руки противника, пытаясь оторвать его от себя. Мелюзга. Он начал раскачиваться из стороны в сторону. Нехват кислорода и невозможность выпутаться из его цепкого захвата. Мои ноги подкосились. Долго подыхаешь, тварь. Собрав встаток силы, я резко дернулся назад, но противник не устоял и упал на спину, потянув меня за собой. В это же мгновение схватка стала совсем слабой. С трудом я сделал несколько коротких вздохов. Солдат подо мной не шевелился. Не успел обрети себя, как надо мной возмыслился еще один человек. Он замахнулся в руках, блеснул кинжал. Еще один. Ребят, это конечно хорошо, но... Куда вы дели свое оружие? У вас... У всех просто патроны кончились? Или как вы вообще нападаете на нас без оружия? Я резко откатился в сторону. Оружие пронзило моего недавнего врага, и из-за его живота потекла кровь. Новый противник упал на колени перед мертвецом. Черт, черт, Адам! Нет! Только не Адам! За что? И теряя секунды, я снова вскочил на ноги и схватил соперника за голову. Уверен в движении, мне удалось свернуть ему шею. Нет, наш герой просто какой-то... Я не знаю. Сколько у него имен? Джон Рэмбо? Еще кто? Как его можно назвать? Совсем скоро бита подошла к концу. Подоспешив вовремя подкрепление, помогло расправиться с неприятелем меньше, чем за час. Вау. Не, ну я не удивлен, потому что ни у одного из них не было оружия. Я не знаю, с кем они стрелялись тогда. Немо взял пистолет, стрелял кому-то из кустов. Как будто... После боя вся территория лагеря усеялась трупами. У меня снова возникло двоякое чувство, будто война меня не особо пугает. Не особенно пугает. Ну вот я о чем и говорил. Я уже не первый раз говорю, не первую серию. И не вторую даже. Это шок. Последствия амнезии. Неискоримая привычка. Уууу, неискоринимая. Я старался не обращать внимания на эмоции, но внутреннее чуть-чуть шептало, что это подсказка к загадке моей прошлой жизни. Ну, в принципе, это довольно очевидно было. Мы только не знаем подробностей его прошлого. Где он был до того, как его нашли вот этот... Вот эти ребята все. После сражения, оставив территорию врага, мы снова собрались в подвальной комнате. Так, ну я теперь знаю свою дальнейшую работу. Сначала надо убрать трупы, потом надо будет заделать стены как-нибудь. Не знаю, правда, как мы это будем делать. Хотя там, в принципе, бойцов хватает. Может, нам дадут другую задачу. Наш командир. Мы все-таки первую... Более-менее выполнили задачу. Можно так, наверное, сказать. Втереться, как-то так скажем, в доверие. К своему отряду. Возродим землю. Блин, вот эти плакаты, конечно, я что-то... Мне так интересно, что вообще происходит с землей. И за что мы сражаемся. И с кем. Хорошая музыка, хороший трек. Лица солдат выглядели уставшими. Столкновение с противником вызвало гамму сложных чувств, сказавшихся привычными и в чем-то совершенно новыми. Пока я не мог дать конкретную оценку своим мыслям, они кружили в голове неясным облаком, уловить которое я еще не смог. Как они только нашли нас? Никогда подобного не было. Что-то всегда происходит впервые, блин. Вот здесь, я не знаю, Хельга как будто еще выше стала. Внезапно. Она прям на целую голову выше, чем Руф. Я так понимаю, и выше, чем все остальные, в принципе, кроме Оливера, наверное. И то, наверное, я думаю, что она все-таки даже выше, чем он. Хельга снова приняла свой безразличный вид и закурила. Ее перекошенное от злости лицо на поле боя оказалось мне теперь выдуманным. Блин. Ну, я его не видел, к сожалению. Я его не видел. Перекошенное от злости лицо. Так называемое. Ну, или это просто так отдаленно их нарисовало. Ну, спрайты их были. Не знаю. Потому что эти гораздо крупнее стали. Видимо, они подальше от нас были. Не надо тут курить. Запрещено же. Хельга косо посмотрела на Оливера и специально выпустила изо рта клуб дыма. Игнорирование правил заставило другого вздохнуть и сделать обиженное лицо. Я думаю, здесь, в принципе, у вас только что было сражение. Я, в принципе, не удивлен, на самом деле. Я говорю, зачем ей запрещать прямо сейчас? Все-таки, по крайней мере, все живы, все здоровы, я так понимаю. Или о спорядке. Куда он делся? Он вместе с командиром допрашивает оставшихся в живых врагов. Надеюсь, тебе получится по заслугам. Блин. Прямо как я. Знакомая ситуация у них. Можно им попереживать. Просто переживать. Мне очень, кстати, воспомнился свой допрос. Вот. Вот. Блин. Просто я и Немо на одной волне. А что с ними делаю после этого? Возьмут наш отряд, конечно же. Будем просто вместе дружить и дальше сражаться вместе. Так тут принято у вас. Может, наш новичок хочет к ним присоединиться. Среди тех людишек нет твоих знакомых. Яков, перестань. Ты же знаешь, что он на нашей стороне. Ммм. Пока еще рано. Пока еще рано что-то говорить вообще про Немо. Я не видел еще ни одного доказательства, что он думает так же. Верно, Немо? Не хочешь снова оказаться в той комнате? Я смог бы допросить у тебя один. И наверняка я добился бы больше успеха. Оу-оу-оу. Это предложение? Хочешь уединиться? В комнате допроса? Как ты меня будешь допрашивать, интересно? Какими способами? Неужто изобрел сыворотку правды? Изобрел. То есть у вас еще... Изобрел. В каком плане он изобрел ее? Яков нахмурился. Я знаю рецепт, но у меня пока нет нужных ингредиентов. Нам придется тебе помогать в этом будущем. Искать твои ингредиенты. Может это потому, что их в природе не существует? Существует. Просто твои мир слишком ограничен возможностями твоего сознания. У-у-у. Глубоко. Глубоко, Яков. Ты что, чем вы занимаетесь? Она типа липнет к ней. В руку хотела было накинуться на Яков, но я его остановил нахер. А, окей, наоборот. Обхватив за плечи и потащив к себе поближе. Так, не надо. Не надо. Не надо было так делать. Это же наоборот. Наоборот. Нет, только в удовольствие это. Ты можешь не обращать внимания, а? Я устал как собака. Еще теперь непонятно, что делать с трупами наверху, поломанными стенами и неработающим оборудованием. Да, ну... Это работа для эксперта. Для эксперта в этом деле. Уборщика. То есть для нас. Их, Хельга права. Ганс вдруг раскраснелся и опустил голову. Его слова остались без внимания. Должно быть, сегодня до вечера там наведут порядок. Я слышал, восстанавливать немного. Только стены и часть оборудования на тренировочной площадке. А нам сидеть тут? Снова? Скорее всего, да. Командир сказал, чтобы я пока не выпускал высосказарму. Мне хотелось бы, но не могу. Почему только нам такие требования? Генерал опять что-то Олдерку наболтал? Генерал? Что за человек такой интересный у нас генерал? Руф уткнулась Хельге в грудь и опустил ее руками. Дорогая же, просил тебя быть снисходительнее к командиру, но так многое для нас делает. Просил. Блин. Интересно, как это в английском языке вот такие детали просто упускаются? Опять же, это игра от русских разработчиков, поэтому нам как бы понятен оригинал. И как что она, в каком она плане говорит вообще? Она проговорит про себя в мужском роде. Ну, допустим, если кто-то будет из иностранцев играть, он просто не поймет. Так же и наоборот работает. С английского на русский. Упс. Не то я нажал. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. В ответ Хельге поежил и пыталась отвинуть от тебя Руф, но та крепко в нее вцепилась и глупо захикала, воспринимая недовольство как игру. За их действиями особенно внимательно наблюдали Ганс и Вольфганг. Эм, Руф, Хельге, неприятно? Тебя не спрашивали, Хельга только держит лицо перед вами, а наедине со мной она ведет себя совсем по-другому. Правда, милая? Да, я поверил. Я с удивлением смотрел на их непростые взаимоотношения Хельга закатила глаза и уже, вернее, оттолкнула от себя Руф Сначала та выглядела разочарованной, а потом ослепительно улыбнулась Продолжим тогда в комнате, лампочка? Лампочка Дорис, ты сегодня спишь в другом месте? Ох, нет! Только не в мужской комнате, а не в мужской спальне Дорис сжалась и коротко посмотрела на Руф А та как будто совсем не замечала реакцию на свои слова И как только с ними живешь, блин, я не представляю, на самом деле, реально Тяжело, наверное, с ними жить в одном помещении Нормально, Хельга умеет осаждать Руф Что сегодня с моим горлом? Жесть, конечно Хрипит и хрипит Ничего подобного, говорит, просто не нравится, что она не в моем вкусе Вот и ревнуют, не слушайте ее А, дьявол, Руф, на сегодня твоих историй предостаточно Оставь вот что-то на завтра Но это правда, все девчонки имеют хороший вкус Поэтому неудивительно, что за мной Беслагер бегает В твоем понимании, в твоем сознании кто-то за тобой бегает Я, считаю, сильно сомневаюсь Скажи, Вальган, что я не вру Ты же недавно составлял опись моих поклонниц Давай, зачитывай Должен же и Нема знать, кому соваться не стоит Я же говорил, у меня нет таких намерений Ну, пока, Нема, пока Не говори, не говори ничего заранее Мы еще не знаем, что дальше будет Как будут развиваться наши отношения с кем-либо Руф вдруг заговорщицки подмигнула Мы, мужчины, переменчивый ветер в долине страсти Достигнув и испив один источник живительной влаги Стремимся попробовать и следующий Что за персонаж просто такой интересный Вальган неожиданно затрясся и так сильно сжал губы Что у него на глазах выступили слезы Блин, а с ним что? Он вообще ни слова не сказал еще Это он Не понял И что он сказал? Это он смеется? Окей Не знаю, я бы не сказал, что он смеется на самом деле Но его смех продолжался недолго Заметив устремленные на себя взгляды Он прикрыл рот раскрытым дневником И начал тихонько покашливать Я не понимал, что происходит вокруг Они вроде и говорили серьезно Но о такой чебухе словно позабыли, что недавно убивали других людей Или это только представление Но тогда чего ради? Вальган затек так же быстро, как и начал смеяться Он снова нахмурился и торопливо зашуршал страницами дневника Его глаза быстро забегали по строчкам записи Руф выпрямилась, что даже стало казаться немного выше И гордливо выставила грудь вперед Заголовок Нет, стой, заголовок не читаю Он ничего не значит Это... Про что? Можно поподробнее? О чем вообще речь идет? Почему нет? Может там список девушек, которым ты успел извинить Хельги? А, окей Он про ее... про ее опись Перепись поклонниц Руф в ужасе посмотрел на свою подругу Но та продолжала, как ни в чем не бывало, курить И даже не обращала внимания на происходящее Подруга, да? Конечно нет, я при этом Хельге Никто больше не нужен Это они сами ко мне пристают Стоп, подожди Ты попросил его прочитать опись твоих поклонниц И, как бы Потом ты Недовольна тем, что возможно Заголовок не читай Окей Странно, как-то Очень противоречиво От Руф Сначала она говорит, что он прочитал А потом говорит, не читай Она пыталась вырвать у Вальганга дневник Но тот упрямо вцепился в него Руф заговорила приторно-ласково Но я уловил ее в ее голосе с трудом сдерживаемую угрозу Вальганг, давай я сам прочитаю ее Все-таки это личная информация Но тот не отпускал Нет, только я могу читать свой дневник Я больше его тебе не дам Ты уже смеялась надо мной? Руф вдруг замерла Грозно посмотрела на уже Порядком перепуганного Но все еще упрямо в Вальфганг И опустила записную книжку Тот покачнулся Но все-таки устоял Он прижал дневник к себе И поправил съехавшие очки Ну и не надо Там много девушек записано Так что учтите На вас даже Они даже не посмотрят Мы даже их не увидим Я уверен, что мы даже их не увидим Это как бы Они даже не существуют в этой игре Просто в тексте В текстовом виде Их имена есть Но самих их нет И мы никогда их не найдем Мне было непонятно Только одно Это я и спросил А зачем тебе список девушек В дневнике Вальфганга? Может она писать не умеет? Руф удивительно Удивленно подняла Одну бровь, обошла стол И полгасилась на левую руку Весь ее вид показывал превосходство Словно опытный мужчина Покоритель десятков женских сердец Говорил с робским юношей Понимаешь, Немо Иногда кажется, что девушек слишком много Так много, что их сложно запомнить Я же не буду показывать этим красоткам, что не помню их Они любят подходить, болтать о пустяках Вспоминать прошлые встречи Хорошо, когда есть рядом Вольфганг Он поможет подсказать мне, где и когда я виделся с каждой цыпочкой Удобно не находишь? Очень давно Может мы... Может мы как бы... Не знаю, зачем мы здесь не находимся? Оливер сказал, что нас не выпускали из казармы или подвала Я уже не помню Ну... Потому что смысл надо тут стоять всем Разве нет лучшей задачи на данный момент? Хотя бы помочь там, не знаю Наведеть порядки сверху Но у нас в лагере не так и много девушек Особенно таких, как... Красиво, как... Как Елька К концу фразы голос Ганса стал совсем тихий Мне кажется, только я его и услышал Нет Потому что я был к нему ближе всех Нет, Елька А что если она... Что если ей нравится Ганса наоборот? Блин, она этого никогда не узнает теперь Что... Она и то... Ему тоже нравится Не тоже, но... В принципе, она ему нравится Может, что-то бы получилось вместе Как же надоели твои розы, казниров Ты думаешь, что она ему тебе поверит? Думаешь, мы в это верим? Неплохая пара бы у них, на самом деле, получилась Доминанты и, как бы, противоположный партнер Ру выпрямилась и раскраснелась Конечно, верит, но я не изменяю тебе Затем она начала заверять в Хельгу В свою искренность и неизменность своих чувств А на это она получала разнодушные ответы Ганс совсем сконфузился и встал за моей спиной Мы так не решили, что делать с нашим господином Немо О, вот, вот он Наконец-то разговор по теме По важной теме, само собой Не кажется ли вам, что нападение на наш лагерь И его появление здесь и слишком уж удачно совпали? Может, первое следствие второго? Ну, конечно, куда же без этого? В принципе... В принципе, все логично Надо как бы все, все возможности проверять Я понимаю, опять же Я не знаю, я постоянно встаю на сторону Якова, пускай это и не очень идет в пользу моего персонажа, нашего персонажа главного Разгоряченная речь Руф остановилась, теперь взгляды обратились на меня и Якова, я почувствовал себя некомфортно Что если действительно так? Мы же говорили на эту тему, Яков, он не предатель Ты просто хочешь так думать, Олюра, потому что если он, наверное, предатель, то это добавит тебе проблем Нет, не поэтому, я привык к нему, я уже не могу представить его на стороне врага А у нас, блин, Оливер, у нас амнезия, что если мы просто вспомним, у нас какие-то будут такие воспоминания, которые, которые, как бы, как это сказать Из-за которых наши, допустим, бывшие прошлые идеалы снова очнутся, так скажем Пробудятся и мы Не знаю, мы настолько просто ярый враг вот этих ребят, которые здесь находятся, этой стороны, в принципе, на которой мы воюем прямо сейчас Настолько он их просто не любит, на самом деле Тогда может быть что угодно, тогда может быть что угодно произойти Как бы ночью он проснется один раз и такой А, блин, я вспомнился И просто обойдет, перебет всю казарму просто потом Оливер улыбнулся, но я ничего не почувствовал за этим довольным выражением лица Его улыбка казалась чистой воды формальности И всех присутствующих я меньше всего хотел верить именно ему Уху-ху-ху Оливер, вау Катидан Интересное замечание Он постоянно улыбается Такой интересный человек, интересный человек Тоже скрывает что-то, много что скрывает, в принципе Он не особо разговорчивый Он такой добренький-добренький, но, блин С улыбкой на лице он может, мне кажется, сделать какие-то страшные вещи И вот на самом деле на На месте них я бы даже, вот не знаю, как бы я себя вел Если бы ко мне попался Мы нашли человека какого-то непонятного Он говорит, что у него амнезия Ну, как бы На улице война происходит, не на улице, но вот Как бы просто война в мире происходит И мы сражаемся Каждый день сражаемся Каждый день стоит, типа, какая-то угроза нам И вот, и появляется какой-то случайный человек И начинается с того, просто, как бы Ты его не знаешь Он может быть откуда угодно У него амнезия какая-то непонятная И тебе приходится с ним просто постоянно контактировать И Ну, может, так сказать, поворачиваться к нему спиной Я не знаю, постоянно И ждать И ждать просто чего-то Опасаться, я не знаю Я бы так легко тоже не стал его принимать Вообще ни разу не стал бы так Просто к этому относиться Или, видимо, они очень, очень, как бы Уверены в своих силах, что Даже если мы окажемся предателями Они смогут справиться с нами Но, опять же Ты никогда не знаешь Ты никогда не знаешь Со временем Люди ослабляют свою, как бы, защиту И они, ну Как бы ты с ними знакомишься Знакомишься, они даже про тебя ничего не знают И, там, ближе с ними становишься И потом вот Подходящий момент Что угодно может сделать наш герой Но, конечно, вряд ли такое что-то будет Даже если мы окажемся врагом, на самом деле Если мы окажемся врагом Настоящим Который был на противоположной стороне То Не знаю Каким-то образом Каким-то образом Все-таки Я не знаю Как-то сказать-то вообще Убедим сами себя Что, допустим Нет, теперь я хочу Сражаться за другую сторону Типа Тут здесь Мои друзья Мои товарищи Которыми я познакомился Там В беде Или В сражении Братья по оружию Так называемые Это все потому, что Ты Не можешь Ну, понимаешь Она умолкла И виновата Поджала губы В первом знакомстве Я не заметил В Дори Столько пугливости И стеснительности Сколько в ней было сейчас Разве? Серьезно? Не заметил? Блин Стоп Что? Шортики какие-то У Ольвера Жесть Ну, блин Что просто у нее за форма такая? Кто ему ее выдал? Вы все что-то недоговариваете Думаете, я не заметил Эти недомолвки И переглядывания? Уху-ху-ху Вот мне он показал себя Во всей красе Он за нами наблюдает Вынюхивает Скажи, что я неправ Я опешил Яков презрительно улыбался Словно смог держать Смог одержать вверх Он совершенно исказил Смысл моих слов Я не вынюхиваю Я пытаюсь приспособиться Я не знаю, где правда А где ложь Кто я И где мое место Мне приходится узнавать Много нового Не только о самом себе Но и о мире Что мы пока что Ничего не знаем о мире Немо Ничего не знаем Мы не знаем, кто такой враг И зачем мы его убиваем Что если На самом деле Мы Мы это Как бы Не за правое дело Сражаемся Что если мы Эти Как бы Как это называется Как это называется Когда Одна сторона Нападает Другую Которая Как бы Не собиралась Ни с кем Завязывать войну Агрессор Вопросы На меня Обращено пристальное внимание Так что же делать У меня будет выбор Я сражался с вами Преданность Это убийство Я еще не разобрался Я сражался с вами Блин Вот опять же Взять просто позицию Перспективу нашего Главного героя Я не знаю Я сражался Прямо сейчас Вот этот выбор Стоит Упс Извиняюсь Извиняюсь За эти звуки Какие-то непонятные Сегодня Вот С перспективы Нашего главного героя Сражался с вами Выбор Как бы Не знаю Не знаю Но это видимо Очевидно Что мы должны Как-то Как-то себя поставить Как-то выбрать Путь По которому Будем идти В будущем И Как будем Относиться К персонажам Как относиться К этому отряду И к этой В принципе К нашим Товарищам Сражался с вами То есть Это мы пытаемся Убедить Что Мы на вашей стороне Точнее Я на вашей стороне На их стороне Сражался с вами Но это такой выбор Что я не хочу Прям Прям Уверенно сказать Что я допустим Стал бы там Я ничего не знаю Ни про вас Ни про войну Ни за что мы сражаемся Ничего не знаю Я не хочу пока что Говорить Прям на 100% Что я типа Ну это не в 100% Подтверждает Что я типа Я ваш товарищ Я ваш союзник И сражаюсь с вас Но в будущем Мне кажется Это как-то разовьется Все И мы будем Как бы за них Но потом мы что-то узнаем Короче И не хочу И не хочу выбирать Я сражался с вами Просто не хочу Преданность Это убийство Как бы Отвечать им как-то Тоже не хочу Прям Конкретно так Радикально Преданность Это убийство Преданность Это убийство Эти А то наоборот Это станет Еще подозрительнее Если мы будем Навязываться к ним Я не буду вам брать Я еще не разобрался Хороший ответ Хороший ответ Мне нравится Можешь не хочешь Говорить правду Какую правду А то есть То что Я вам не доверяю Я сказал правду Теперь вам решать Что с ней делать Несколько пар глаз Следили за мной Пока я молчал Я могу соврать Утверждать Что на вашей стороне Да 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 Вот именно Ну вы знаете Вы не столько Сколько я Сам о себе помню Если вы расскажете Почему началась война Я может быть Приму решение сразу Не хочу врать Даже под угрозой Своей жизни После долгого молчания Заговорил Оливер Нет Пока нельзя У нас нет Разрешения командира Без его разрешения Мы бессильны Ну Окей Я понимаю Я понимаю Значит нам Ничего определенного Не ответишь на его Ладно Хорошо Нет Не отвечу Руф Не отвечу Все таки Мне кажется Не понимают Понимают К чему мы клоним То что Не разобрался Но можно сказать Что По сути По сути Он нам Пока что Не 100% доверяет им Да Хильгаз Жала окурок в кулаке И даже не поморщившись Не поморщившись Уважаю От боли Отвернулась Безобидно Мы на войне Тут так Как нигде Нужна определенность Рисковать своими жизнями Мы не хотим Окей Окей Они тоже Все понимают И он отправит в тюрьму И все рассказать командиру Оливер задумался По уставу не положено По уставу все решается Через командира Но раз он сейчас занят Вопрос Стоящий перед нами Серьезный И безотлагательный То немного самоупростого Не повредит нашему Отважному делу Вальфган говорил Записывал Одновременно А его поглощен Чужой беседой В своем ближайшем будущем Вы Вы же не серьезно верны Я же вам ничего не сделал Убы Как уже говорилось Это война Если мы ничего Если мы не предпримем Попытку оградить От себя От неприятностей То они могут обрушиться На нас С двойной силой Не исключено Что недавно Нападение Только начало За них могут последовать Руи Что вы то есть В смысле в тюрьму Вы не отправляете Прямо сейчас в тюрьму Я сделал Неправильный выбор Стоп 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 Прости Я ошибся Но это ради Безопасности всех Я проиграл Я проиграл Ну да Наверное так будет лучше А дальше пусть командир решает Окружавшие меня лица Стали сосредоточенными Совершенно отличавшимся От тех Что были час назад Когда мы только вошли В эту комнату После сражения Решено Немо отправляет в тюрьму Все кивнули Я сделал шаг назад Сергей Вы Вы шутите Просто Вы шутите Единогласно Немо Ты нам не друг И не товарищ Вы что шутите Стоп Это серьезно Или Или это по сюжету Так Я надеюсь Что это Какое-то Какое-то разветвление Я очень надеюсь Что сейчас игра Просто не закончится Потому что как бы Я не против Я Настаю на своих словах Я не буду говорить им Ничего другого Если меня Игра не заставит Просто по-другому Ответить Если будет продолжаться Мы будем дальше Играть Само собой За спиной Вдруг оказался Оливер Заломил мне Обе руки Отрезка боли Прошлась Наконец Локлониться Вперед Ой больно Прости Я не хотел Не хотел Само собой Это я говорю С улыбкой на лице Он может что угодно сделать Голос Оливер Для этой ситуации Звучал слишком Искренне И по-доброму Я не стал Сопротивляться Он себя быстро Понял И ослабил Хватку Только не говоришь Что это конец игры Только не говоришь Что это конец игры Пожалуйста Сразу Сразу же После этого Самопровозглашенные Тюремщики Окружили меня И повели Под подвалом За их телами Я не мог Разглядеть Каким путем Меня ведут Но в одном Из помещений Удалось Услышать Чие-то голоса Мы остановились У клетки В самом конце Коридора Добро пожаловать В новый дом Господин Немо Блин Серьезно Будем просто Сейчас в тюрьме Сидеть Оливер Открыл дверь Камера Закрыл ее Только тогда Когда я Сквозь прутья Решеткой Смотрел На довольное Лицо Якова Блин Серьезно Мы пали в тюрьму Окей Видимо Игра не заканчивается И мне нравится Что это Но это А если бы Сказали им Что мы Типа Сражались За них По-другому Что-то было Блин Интересно Конечно Но Не надо Говорить мне Что было бы Иначе Не надо Говорить Что было бы В другом В другом Случе Если мы Выбрали Другой Вариант Ну Что ж Теперь мы Теперь мы В тюрьме Теперь начинается Новая игра Настоящая игра Жизни Тюрьма За решеткой И мы Пожалуй На этом Пока что Прервемся И спасибо Всем за просмотр Подписывайтесь на канал Ставьте ваши комментарии Ставьте лайк Если вам понравилось В видео Вступайте в группу Вконтакте И до скорой Всем встречи Пока Продолжение следует